Всем привет, друзья. Некоторое время назад Дональд Трамп заявил о выходе из иранской ядерной сделки. Сегодня я заявляю, что США выйдут из иранской ядерной сделки. Через пару минут я подпишу президентский меморандум о введении новых санкций против иранского режима. Мы подготовили экономические меры самого высокого уровня. Любая нация, которая помогает Ирану разрабатывать ядерное оружие, будет также строго наказана Соединенными Штатами. Реакция России на выход из этого договора, конечно же, очевидна. Озабоченность вызывает положение дел вокруг иранской ядерной программы. Выход Соединенных Штатов Америки из совместного всеобъемлющего плана действия, а он, напомню, был единогласно утвержден Советом Безопасности ООН в 2015 году, не только дестабилизирует обстановку в регионе, но и способен подорвать режим нераспространения ядерного оружия. И вот недавно, буквально на днях, состоялось очередное заседание Совета Безопасности ООН, которое было посвящено как раз-таки выходу США из СВПД. Розмари Дикарло, выступившая с докладом на этом заседании, рассказала «Соглашение по иранской ядерной программе, которое стало результатом 12-летних интенсивных дипломатических переговоров, под угрозой срыва». Вашингтон отказался от него и принял решение вернуться к санкциям, касающимся торговли нефтью с Ираном, а Тегеран в ответ недавно объявил, что с 27 июня не будет соблюдать ограничения по запасам обогащенного урана. В ООН уверены, что действия Вашингтона и заявления Ирана идут вразрез с международными договоренностями и не отвечают интересам ни одного из участников плана. План в смысле плана о нераспространении ядерного оружия. Розмари Дикарло с сожалению напомнила, что США после выхода 8 мая 2018 года из СВПД решили не продлевать введенные ранее послабления в режиме санкций, касающихся торговли нефтью с Ираном. Короче, из-за односторонних действий США под угрозой международный мир и безопасность. И об этом говорят практически все, в том числе и Василий Небензе, чье выступление на этом заседании я предлагаю, как обычно, посмотреть, послушать вместе со мной целиком. Благодарим Розмари Дикарло за предоставление доклада генерального сестра по резолюции Совета Безопасности 2231, а также Жоана Валиде Альмейда за его брифинг. Кстати, не забывайте заглядывать в описание, потому что там я оставляю все полезные ссылки, в том числе оставлю на эту резолюцию. Отмечаем работу Паспреда Бельгии в качестве координатора в Совете по выполнению положения этой резолюции. Разделяем позицию генерального сестра в отношении выхода США из СВПД и восстановления односторонних санкций против Ирана, что противоречит целям, поставленным как в СВПД, так и в резолюции 2231, и подрывает возможности Ирана соблюдать положение этих документов. Следуем, хотим еще раз напомнить, что СВПД и единогласно принятая 20 июля 2015 года резолюция Совета Безопасности 2231 стали одним из исторических достижений мировой дипломатии и многосторонности в целом. Эти договоренности доказали, что даже самые острые проблемы и кризисы могут быть преодолены политическими средствами при наличии соответствующей воли. Иран добросовестно выполняет свою часть договоренности в рамках СВПД. Об этом свидетельствуют многочисленные доклады генерального директора МАГАТЭ. В этом смысле СВПД стал важнейшим инструментом обеспечения международного режима нераспространения. А Иран – одно из самых проверяемых стран мира. В настоящий момент единственным путем сохранения плана является добросовестное выполнение всеми остающимися в ней государственными участниками добровольно взятых на себя обязательств. В этом контексте отмечаем, что в докладе генсекретаря четко засвидетельствовано неукоснительное соблюдение Ирана всех его ядерных обязательств, невзирая на внушительные вызовы. Господин председатель, мы многократно на всех международных площадках осуждали безответственные попытки торпедировать договоренности и выражали надежду на то, что вопросы мировой безопасности и стабильности перестанут быть заложниками внутриполитической кухни отдельных государств. К сожалению, наши призывы были проигнорированы и уникальный потенциал СВПД поставлен под угрозу. Выйдя в одностороннем порядке из СВПД и подорвав фундаментальные для региональной и мировой безопасности договоренности, Соединенные Штаты пытаются теперь все свалить с больной головы на здоровые. Они не только отказываются выполнять ими же одобренную резолюцию 2231, но и стараются побольнее наказать все другие государства-члены за выполнение решений Совета Безопасности. От Ирана же, напротив, требуют беспрекословного выполнения абсолютно всех обязательств. Причем подобных примеров двоемыслив в шагах американской администрации немало. Звучат заверения о том, что никто не собирается менять режим в Иране, а одновременно следует угрозам нанести сокрушительный удар. Вводятся новые санкции. Идет призыв к диалогу и параллельно во всеуслышание объявляется о намерении нарастить военное присутствие в регионе. Такие сигналы, расшифровать которые не под силу даже опытному криптологу, могут только привести ситуацию к точке невозврата. Господин председатель, единственным практическим шагом, который можно предпринять для спасения СВПД, является выполнение остающимся участниками договоренностей своих обязательств. Необходимо отбросить страх и эгоистические соображения и поставить на первый план задачи по поддержанию жизнеспособности СВПД. Убеждены, что постоянное повышение ставок и выяснение, кому дороже судьба плана, только провоцирует крайнее настроение. Нельзя допустить, чтобы вверх взяли силы, которые считают единственным средством решения любых международных вопросов политическое давление, экономическое удушение и военно-силовой шантаж. С момента заключения СВПД его эффективность была предопределена единственной политической воле всех участников и их совместной нацеленностью на конечный результат. Значит, и сегодня необходимо сообща добиваться создания таких условий, которые позволили бы уверенно решать задачи, стоящие перед теми, кто сохранил приверженность СВПД. Мы за сохранение СВПД и хотим, чтобы приверженность к соглашению сохранял и Иран. Но мы понимаем глубокое разочарование Тегерана развитием событий, при котором от него требуют полного соблюдения обязательств, не предлагая взамен того, ради чего эта сделка была заключена. Тем более, что происходит это на фоне стремления Вашингтона удушить Иран экономическими санкциями, не говоря уже о военных угрозах. Все участники СВПД должны предпринять реальные, а не демонстративные усилия и шаги, чтобы Иран понимал, ради чего он выполняет обязательства по СВПД. Это законное требование Тегерана. Господин председатель, с сожалению, мы отмечаем, что доклад страдает хронической бездоказательностью в частях, которые касаются иранской ракетной программы, предполагаемых поставок вооружения из Ирана, неких якобы допущенных Тегераном нарушений положения резолюции 2231 о заморозке активов и запретенном перемещении отдельных физических лиц. Неизжитой проблемой также остается инспекционная инспекционная самодеятельность представителей секретариата, не обладающих ни должными компетенциями, ни соответствующим мандатом. Формулировки же об уверенности в уранском происхождении неких ракет и иных вооружений, к изучению которых были допущены представители секретариата, ничего в конечном итоге не доказывают. Проблему усугубляет оговорка, что секретариат не в состоянии подтвердить, что упомянутые ракеты или крылья к неким боевым беспилотным аппаратам поставлялись Ираном за рубеж после вступления в действие СРПД. Возникает вопрос, если секретариат не может утверждать, что нарушение резолюции 2231 имело место и не имеет соответствующей экспертизы и компетенции, зачем он постоянно включает соответствующие сюжеты в доклады? Господин председатель, мы видим, что происходит искусное нагнетание ситуации в Персидском заливе, что ставит под угрозу мир и безопасность в регионе, а также международные усилия по регулированию конфликтов. Предоставляемые доказательства виновности Ирана нас не убеждают. Вообще создается впечатление, что формируется казус Белли. Звучащая риторика о связях Ирана с Аль-Каидой и подрывах в танкерах, в чем Иран должен быть заинтересован меньше, чем кто-либо, все больше напоминает март 2003 года, когда фабриковались аргументы в пользу начала вторжения в Ирак. Последствия всем хорошо известны. Считаем, что этим провокационным действием есть альтернатива. Необходимо укреплять общую атмосферу доверия в регионе. Напомню, что в своей резолюции 598 от 1988 года Совет Безопасности дал поручение Генсекретарю проработать совместно с региональными сторонами меры укрепления безопасности и стабильности в регионе. Сейчас, как никогда, востребована работа в этом направлении. Россия готова оказать этому содействие в контактах с нашими региональными партнерами и всеми заинтересованными сторонами. Конечной целью должно стать формирование подлинной инклюзивной архитектуры безопасности с подключением к ней всех государств региона. Остается актуальной наша концепция укрепления безопасности в Персидском заливе под международной гарантией, которую можно было бы начать реализовывать с проведения конференции с участием государств данного субрегиона, с перспективой подключения других ближневосточных стран. И, конечно же, мы поддерживаем призыв генерального состаря ООН к тому, чтобы предпринять все шаги, которые могут привести к деэскалации. Господин председатель, в заключении хотел бы особо подчеркнуть, что Российская Федерация остается привержена безусловному выполнению положения резолюции 22.31 и совместного всеобъемлющего плана действия. Присоединяемся к заложенному в доклад призыву генерального состаря избегать провокационных заявлений и действий, которые негативным образом влияли бы на региональную стабильность. Мы будем продолжать добиваться диалога, нацеленного на поиск компромиссов и баланса интересов. И это единственный путь. Только скоординированные коллективные усилия способны придать управляемость сегодняшнему развитию событий. Благодарю вас. Вот как-то так. Ну а у меня на этом все. Пишите обязательно свое мнение в комментариях. Делитесь этим видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok